Глаза в глаза, найдите такой питомник из сотен. Они теперь эти сотни, магазины. Вы представляете, туда приходит новолом. В лучшем случае я ещё вам буду показывать. Почему? Потому что как-то надо, чтобы вы распространяли эти здания. Горшочек трёхлитровый, в нём стоит двухметровая дубина, вот таким же там был. На дорогу ясно, что пустой горшочек трёхлитровый. Вставили, били туда корни и затоптали. И теперь пошли на продажу. Ну любой нормальный человек-то должен понимать, он потом не мог вырасти дерево в трёхлитровом горшке. Сдохнуть мог, вырасти не мог. А теперь смотрите. Это нормально. Вот она, пятнышко, смотрит на юг, чтобы не перепутать. Чтобы не садить задом наперёд, а передом назад. Вот. Это ладно. А вот это вот анекдот, да? Настоящий анекдот. С руками бы оторвали, богатые бы, миллионеры, если бы они знали про нас. Они почему там покупают по 10-20 тысяч за этот, так называемый, длинномеры? Почему? Потому что они денег делать некуда. Они думают, что сейчас посадил, или том же весной посадил, а осень яблоки будет есть. Ага, сейчас. А эти, наоборот, природские, они самые дешевле, чем рослее, тем дешевле. Это принцип железа. И до слёз жалко. Он, да, и вырос в горшке, а это не воткнутый горшок. Вот попался такой. А эти вполне прилично, половина крона. Чик. Всё. А теперь смеяться будете, а эти два раза дешевле вот этих. Всё наоборот. Так, Юрий Владимирович, железо, это мой двоюродный брат, узнай на канале Туманова. Отрезала та наивная женщина боковые толстые ветки или не успела. Дело в том, что у меня до слёз жалею страшно. Вот. Потому что темирязевцы, причём дружно, одна другую поддержала, приказали ей, а они же авторитет, отрезать. Вот, кстати, вот это дерево состоит ровно из двух половин. Вот эта вторая ветка по толщине не уступает лево, не уступает право. Фактически это вот. Вот так. Так, теперь приказано до высоты 40 сантиметров, значит, да, это верхний верост, а эти спасибо, хоть не это. Вот эту ветку, это полдерева сразу. Ну, 45% дерева. Потом ещё, 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 ещё. То есть две трети дерева будут уничтожены или уже уничтожены. Вот. Поэтому просто скромный там вопросик, там же, где было вот это, совет такой был. Ну, мягко назовём его странным. Странным. Потому что раны несовместимые, я это называю рану несовместимой жизнью. Знаете, когда человек умирает? Вот и деревья так же. Вот. Не дай Бог отрезал. А если отрезал, попроси её, чтобы она потом сообщила. Ну, пусть тот же канал как-то. Ну, как-то, может, дойдёт и до нас. Чем дело? Фотографию уже из увечанного дерева, без боковых веток. Вот. Ну, нельзя так это оставлять. Это преступление. Надо как-то что-то с этим делать. Это не шутки. Ладно, одна уничтожила дерево. Там же каждый раз, когда уничтожают деревья с помощью обрезки, якобы ненужных веток. Представляете? Нашла ненужные ветки. Вот. Тогда получается что? Благодарят за такие советы. Искренне. А я-то и не знала, как надо. А теперь у меня. А что у неё? Вот эти благодатности мне из себя выводят. Миллионы просмотров под этими страшными вещами. Вот. И пример. Мне такие примеры посылает сама. Да Бог посылает. Кстати. Друзья, я вас поздравляю. За всеми сразу праздником. Мне кажется, они не прошли еще праздник. Тем более, что они прошли. Я скажу, как надо не грешить. Пасха, 10 утра, звонок. Мы к вам приедем. Зачем? Я аж напугался. Нам мужики... Ну, едете. Положил трубку. Ёлки-палки, что я натворил? Пасха, что будет? Приезжают. Меня, думаю, Бог наказывает. Почему? Мужчины, женщины. Я хотел снять этот фильм. Но потом у меня давление было высокое. Я отказался. Но я успел от них спросить, сколько у них в холодильнике лежат. Там сотни, две. Вот. Или три. Черенков. Несколько человек отказались от крупных заказов. А я деревья скалечил. Ради них. И вот он говорит, мне надо три черенка. Две яблони, одна груша. Я старый торгаш. Вот. Я, видишь, маму. Она могла и песок продать жителям Сахары. Запросто. Я также беру черенок. Да это ж Квинти. Ой, я не знал, что у меня остался черенок Квинти. А я искренне. Я не этот. Не нейтральный день. Черенок. Он сразу моё. И так он моё, моё, моё. Пока не вышло 12 черенков. Он мне платит 1200 рублей. Вот. А я действительно боюсь. У меня все проблемы связаны с обережными праздниками. Только они за порог. Я за руль. И к детям. По 100, по 200 рублей отдал ещё. Ещё и больше, чем заработал. Отлегло. Попробуйте это самое. Теперь меня в камень киньте, как говорил Христос. Кто не грешен. Вот так вот. А теперь смотрите, как меня Бог помогает. Помогает. Вот как так? Что вот? Ну я что, могу помнить, что ли, что когда-то человек купил абрикос? Так. Смотрим. Он работает. Это потом восстановил я картину. Он работает. Сам себя называет не садоводом, а садовником. Он нанятый человек. Он работает. Но усадит уже по железу. Он не собирается оборачивать мёртвый сад. За что ему платить будут. Правильно? Пусть он нанятый. И пожалуйста, правое деревце моё. Вот это. Это всё честно. Это искренне и без обмана. Тем более мы это проходили. Причём поэтапно. Вот это я показывал. А вот это саженец из этого. Из местного магазина. Как я жалею. Сейчас посмотрю. Грустно. Потом прошло время. На следующий год он присылает. Смотрите. Мой саженец. И магазинный. Крупный план. Внимание. Достолько крупный. Вот прямо крупнее, чтобы вы убедились. Вот этот живой. Ничего не напутал. А этот мёртвый. И у этого штамп. А у моего нет штампа. Смотрим дальше. Внимание. Возвращаемся. Разница есть между саженцем и саженцем? Одна из причин, что он мёртвый. У него штамп был искусственный. Вот это вот реклама подлая. Это просто знаете как. Смешно и грустно. Это на Яндекс. Эту статью разместил не я. А Троценко Павел. Он также переводит текст. Это будущие книги. Итак. И тут же. Самая мошенническая фирма в России. И это надо уже давно всех арестовать. Всех попересажать. Конфисковать все деньги. Закрыть всё. Выбросить всё, что они привезли. И всю эту дрянь из-за рубежа. Нет, они так процветают. Это к слову. А теперь самое интересное. Смотрим дальше. И доказательство того, что я не болту и не выдумываю ничего. Помню ваш. Это мне пишут. Ответ на мой вопрос. Но приобрёл я его в институте. Какой? А я забыл. Вот если он смотрит меня сейчас, да? Вот. Александр. Саша, если ты меня смотришь, всё-таки вот сейчас бы не пожалел. Но если ты институт. Если у меня у садовода-любителя. Прекрасно. Вот мой. Это то дерево. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Только малоплодное. Догадать почему. Вот оно. Да? Если это институт. Вот нахрена я стёр. Пусть бы был институт. Но если вот тут такое. То представляете, что должно быть в институт выходить. Мощная, неубиваемая саженция. С плодами ещё крупнее моих. Вместо этого мёртвые. Ему нужна пара. Это он мне пишет, да? И присылает вот эту фотографию. Ему нужна пара. Потому что пару абрикосов это ещё не это. Это ещё не праздник. Вот вам, пожалуйста. Московская область. Город Королёв. Что может помешать посадкой ещё раз? Вот она. Посадка на холм. Я сейчас сказал чуть-чуть. Так сказать. Я по это самое. Поворчал. Чуть-чуть крутовато. Но лучше такая, чем обычная. Вот она. Ну что? Вот это вам яркий пример. То есть я имею моральное право учить. И не просто учить, спорить, доказывать своё. Сейчас наша задача, пока можем больше учёных, перетащить на свою сторону, как это происходит в Костояшке. Так. 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 Продолжение следует...